22 декабря Московский районный суд города Твери здесь вынесен приговор Владимиру Фателидзе, обвиняемому в посредничестве в передаче взятки за прекращение уголовного дела против своего знакомого директора коммерческой строительной организации. Передача взятки проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых фигурант был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Тверской области. Следствием установлено, что 21 августа этого года обвиняемый житель города Твери выступил посредником в организации встречи и передаче своим знакомым директором коммерческой организации взятки сотруднику правоохранительных органов в сумме 1 миллион 650 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Цель взятки – оказание содействия в прекращении уголовного дела, возбужденного сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело расследовалось в Московском межрайонном следственном отделе города Твери регионального следственного комитета. В ходе расследования уголовного дела следователям следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ России по Тверской области в кратчайшие сроки проведен полный комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на фиксацию обстоятельств совершения фигуранта преступных действий. Кроме того, в целях обеспечения приговора следствием наложен арест на имущество мужчины на сумму более 3 миллионов рублей. В суде в преминых сторон государственный обвинитель просил назначить Фателлид за наказание в виде реального лишения свободы. Фателлид за обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 291, прим. 1, часть 4. Это посредничество во взяточничестве. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с учетом личности, подсудимого степени общественной опасности, обстоятельств, смягчающую вину. В гособвинении попросил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбывания наказания в колонии строгого режима и штрафную санкцию. Дополнительный вид наказания штраф в размере, в четырехкратном размере получения взятки. Это у нас получается 6 миллионов 600 тысяч. И вот вердикт суда. Суд признал Фателлид за виновным в совершении преступления и назначил ему крупный денежный штраф. Приговор в законную силу не вступил. Сотрудники прокуратуры после получения приговора и изучения его законности будут принимать решение о подаче апелляционной жалобы.